МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И у нас с вами в гостях руководитель службы гидов базы «Снежная долина» Дмитрий Некрасов и профессиональный горный гид, спасатель поисково-списательного отряда Федор Андреевич Фарберов. Здравствуйте. Добрый день. И, конечно же, сразу первый вопрос. Дмитрий, что такое дикий туризм и насколько сильно широко он распространен у нас на Камчатке? Ну, за последнее время на Камчатке очень сильно начал развиваться это направление. Очень много людей приезжают из различных регионов нашей страны для того, чтобы исследовать Камчатку. При этом они не обращаются к кому-то за помощью, а думают, что Камчатка – это настолько простой регион, что можно приехать самому, взять машину в прокат и путешествовать с палаткой, либо на велосипеде, как угодно. Соответственно, это туризм, который невозможно отследить. И дикий туризм, он развит во всей нашей стране, но на Камчатке в последнее время, последние пять лет – это прямо, не знаю, одно из новшеств, которые приносят свои определенные аспекты. Какие причины возникновения такого туризма? Ну, развиваться популярность в Камчатке – это раз. А два – это все-таки всем известные ковидные ограничения, когда внутренний туризм перешел на новый уровень, все начали путешествовать по России. И так как Камчатка – это достаточно раскрученный и интересный бренд с очень интересными локациями, люди сюда повалили огромной толпой. Помимо пользы того, что Камчатка популяризируется в более широких кругах, какой вред наносит такой туризм? Ну, я бы не сказал, что он явно наносит какой-то вред. Вот. Но, как любой туризм, надо понимать, что если туризм неорганизованный, который люди делают самостоятельно, люди могут попадать в различные, скажем, потенциально опасные ситуации. Вот. Ну, и, скажем так, не всегда соблюдают меры охраны природы. Вот. Хотя к организованному туризму это относится также в полной мере. То есть я не могу сказать, что дикий туризм хуже, чем организованный. Скорее наоборот, на мой взгляд. Какие опасности ожидают диких туристов у нас на Камчатке? Ну, опасностей довольно много. Их можно там по-разному классифицировать. Одна из первых опасностей, которую очень многие приезжающие сюда недооценивают, это опасность нашего климата. То есть резкие перемены погоды. И вот сейчас солнце, да, но, например, где-то в горах на маршруте, там завтра может где-то пойти снег, вот, или очень сильные ветра наши. То есть одна из самых первых, с которой сталкиваются все, независимо от того, куда они путешествуют, в каких местах. Это очень часто, поскольку люди зачастую недооценивают эти опасности, они не имеют адекватного снаряжения для того, чтобы с этими опасностями иметь дело. Поэтому почти каждый год случаются случаи, например, летом переохлаждения. Да, и даже были случаи гибели от переохлаждения летом туристов на Камчатке. А вот. Другая опасность, которая на очень многих маршрутах случается, и одна из самых главных – это то, что все наши горы – это вулканы в основном, да, они сложены рыхлыми породами, то есть камнепады. Вот. Опасность камнепадов, причем камнепадов, как таких, которые исходят просто сами по себе, по природным причинам, так и таких, которые люди сбрасывают друг на другу голову камни, да, когда большая группа идет, и сверху прилетают камни. Вот. Также есть опасность встречи с медведем. Вот. На многих маршрутах, ну, практически на всех, потому что медведя у нас можно встретить где угодно. Я, например, в том числе встречал медведя на вершине Корягского вулкана, прямо так нос к носу. Вот. Так что это такие звери вездесущие, вот, и они тоже любят путешествовать. Вот. Есть опасность употребления в пищу незнакомых каких-то там ягод, растений, ну, вот, для людей приезжих, да, которые не знают наши условия. Исходя из вашего опыта, вот, люди, попавшие все-таки в беду, к сожалению, да, чем они объясняют свой выбор вот этого самостоятельного туризма? Недостаточностью информации, способом сэкономить лишние средства или как? Ну, я еще раз скажу, что дикие туристы подвержены опасностям не в большей мере, чем организованные. Вот. Я бы сказал, что организованные туристы в большей мере подвержены опасности, чем дикие. Вот. Почему? Потому что сейчас распространился такой тип организации, когда неадекватные турфирмы или индивидуальные туроператоры предлагают свои услуги. И вот это даже более опасно, потому что когда люди путешествуют самостоятельно, они самостоятельно хоть в какой-то степени изучают, куда они едут, что нужно. Ну, по крайней мере, большинство людей все-таки адекватные, да, а не какие-то совершенно слепые котята, которые едут куда-то. А вот когда люди полагаются на какую-то турфирму, вот, которая не обеспечивает адекватные услуги, да, или там индивидуальный гид, вот это хуже, потому что они вроде доверяют кому-то, что те за них думают. Вот. И с такими группами, ну, я не могу сказать точно вот прямо всю статистику, но происшествий даже больше. Значит, у местных турфирм присутствует недостаток, да, некий, низкая квалификация гидов. Что нам с этим делать, как этого избежать? Все гиды, которые пытаются развиваться, они должны закончить определенные курсы. В России есть известная всем школа Ассоциация горных гидов. Это очень хороший, не знаю, очень хороший институт, в котором дают тебе, закладывают очень хорошие знания. Но перед этим можно пройти огромнейшее количество курсов и различных горных школ для того, чтобы ты понимал, к чему ты стремишься. Нельзя просто взять, купить себе машину, поставить на нее большие колеса и сказать, я гид, поехали со мной. Вот как раз-таки это проблема, которую освещал Федор. И что мы можем сделать, это, ну, естественно, развивать это направление, направление нашего гидовского движения, создавать какую-то общую школу, общую базу для того, чтобы человек, приезжающий на Камчатку, мог зайти на определенный сайт, посмотреть, с кем он работает, какая у него классификация, кем он может быть, что он может делать и может ли он ему доверять. Очень много людей, которые предлагают услуги, вот такие, знаете, по интернету собирается группа там, причем, как правило, очень большая, совершенно разношерстная, разный уровень подготовки, какой-то колоссальный диапазон возраста, там, от 10 до 80 лет, например, да, и в одной группе эти люди ведутся. То есть отсутствие профессионалов-гидов – это серьезная проблема, ну, как бы, общероссийского масштаба. Помимо возможного вреда себе, не кажется ли вам, что дикий, самостоятельный туризм наносит больше вред природе, чем организованный, исходя из вашего опыта? Я так не думаю. Почему? Потому что организованных групп, именно организованных в самом общем плане, то есть организованные могут быть как очень такими грамотными, качественными турфирмами, как вот Снежная долина, например, да, или организованы вот такими вот туроператорами, которые по интернету собирают, это же организованные группы, вот, их больше, просто физически их больше, вот. Вот. Но они все-таки больше поддаются контролю, вот, и сейчас, ну, все больше и больше как-то стараются вести себя адекватно. Ну, то есть антропогенная нагрузка на природу меньше с диким туризмом, потому что группы меньше, но какие все равно рекомендации вы дадите людям, выбравшим самостоятельный туризм для путешествий, чтобы не навредить и себе, и природе? Ну, любое путешествие начинается с подготовки. И поэтому, вот, если собрались люди самостоятельно путешествовать по Камчатке, надо максимально изучить, да, маршрут, условия, адекватно подготовиться и по снаряжению, в том числе, настоятельно рекомендую обращаться вот к нам в спасотряд, можно получить консультацию, также изучать официальную информацию, которую распространяют наши органы, там, как Министерство туризма и так далее, связанные вот с экологическими вопросами, то есть где можно ставить лагеря, да, как правильно это делать, да, чтобы не навредить природе, куда можно ездить, куда нельзя, вот. И тогда, в общем-то, все будет нормально. Если обращаетесь, вот это, пожалуй, все-таки самый главный момент с безопасностью, вот, насколько я могу судить, если люди обращаются к кому-то, да, вот, какая-то турфирма, там, или индивидуальный предприниматель, да, там, гид рекламирует путешественные Камчатки, очень внимательно ознакомьтесь, так сказать, со всем, что вы можете найти об этой турфирме, об этом человеке, отзывы и так далее. Потому что есть люди, которые из года в год совершают, знаете, там, наступают на очень серьезные грабли, да, да, туристы пишут какие-то жуткие рекламации, страшные истории в интернете печатаются, и тем не менее на следующий год опять этот человек приезжает и набирает, то есть такое ощущение, что, как бы, люди не читают, вот. Добавить словам Федора, еще могу, то, что сейчас очень серьезно ведется работа по ознакомлению гостей нашего полуострова как раз-таки с теми самыми запретными, там, территориями для установки лагеря, разведения костров. Сейчас все больше и больше технологий направлено на то, чтобы не использовать дрова, которые у нас наносят существенный вред нашей экологии за счет того, что это выжигается какая-то очередная площадочка почвы, люди приходят туда, не хотят там же жечь, чем хочется в соседнем месте, потихоньку, 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 это пятно увеличивается. Вот сейчас есть отличные горелки, которые занимают мало места, дают тебе много тепла, дают тебе отличную возможность готовить в любые погодные условия, и ознакомиться с местами, где ты можешь останавливаться, совершенно спокойно можно на сайте наших особо охраняемых природных территорий, также ведутся различные курсы, они обычно ведутся с декабря по май, там любой человек, желающий, может пройти для себя, просто ознакомиться с тем, что вообще происходит на Камчатке. Очень сильно сейчас взялись за это, но последние только несколько лет. И, например, в данном, в этом году несколько курсов было проведено, в том числе я в них участвовал, это защитниками природы, ребята, которые сертифицируют гидов-экскурсоводов по особо охраняемым природным территориям, но там очень большой базис знаний именно про экологию Камчатки, и, в принципе, ближайшие, то есть это Курилы, это Командорские острова, и есть такие курсы, как гидов-проводников. Опять-таки, так как с этого года вступает в силу закон о введении данной специальности в общий реестр, соответственно, отслеживаться будет серьезнее. И люди со временем, я думаю, что наконец-то смогут зайти и посмотреть, с кем же они все-таки работают, как сказал Федор. То есть куча известных мне историй, когда люди, спостричавшись с Камчатским сервисом, не хотят сюда возвращаться только потому, что здесь все на каком-то там доисторическом уровне, они считают. Но есть отличные туркомпании, которые занимаются предоставлением хорошего уровня сервиса, то есть есть индивидуальные ребята, которые могут сделать ваше путешествие на Камчатке незабываемым. А если ты приехал сам, ты также можешь обратиться, и куча туркомпаний выкидывают общую информацию про свои туры, где ты можешь совершенно спокойно посмотреть, что тебе будет необходимо на маршруте. То есть там список вещей, и также можно совершенно спокойно обращаться к нашим ребятам в поисково-спасательный отряд, они дают рекомендации, и также у них можно регистрироваться, даже если ты самостоятельный. То есть это сейчас поставлено на какой-то новый уровень. Раньше это было действительно сложно, нужно было пройти там кучу этапов для регистрации. Сейчас это все упрощено за счет того, что опять-таки на Камчатке это становится именитым брендом, к которому люди тянутся для того, чтобы путешествовать по ондажному краю. И если мы хотим все-таки видеть на Камчатке адекватных людей, мы должны адекватно предоставлять услуги. А есть ли какая-то более точная статистика? Кто больше влияет на природу? Дикий турист самостоятельный или более организованный? С местной турфирмой? Ну, разумеется, если люди пользуются услугами местной турфирмы, имеющей какой-то более-менее адекватный опыт, то там уже люди понимают, что они делают. И люди, которые путешествуют самостоятельно, конечно, они в меньшей степени, как сказать, часто ведут себя не так ответственно. И, на мой взгляд, безусловные лидеры здесь – это наши местные жители, не приезжие, потому что так, как относятся на Камчатке местные жители к своей собственной природе, это просто безобразие. К сожалению, наши жители именно в путешествии выходного дня и так далее очень часто ведут себя совершенно безобразно. То есть мусор приезжие, кстати, гораздо больше и более трепетно относится к природе Камчатки, независимо от того, дикие они или нет, потому что они попадают в совершенно удивительную природу. Для местных людей, к сожалению, это не так. И вот необходимость экологического воспитания прямо с детства, чтобы люди любили свой край, потому что никто так не портит наш край, как наши собственные жители Камчатки. И это я могу 100% сказать. Тогда какие рекомендации туристам для сохранения природы вы можете дать как гиды? Ну, во-первых, это отслеживать то, что ты делаешь. То есть движение по различным местам сопровождается нанесением различного вреда. У нас есть очень много различных локаций на Камчатке, которые не защищены от воздействия человеческого фактора. И там сейчас ведется серьезная работа по прокладке тропы. Например, если ты движешься где-то по тундре, есть там тропа, не надо идти рядом и наслаждаться тем, что там травка очекочет тебе пяточки. Есть тропа, двигайся по ней. И так будет проще. Взял с собой мусор, взял с собой что угодно, забери. И неважно, будь то пластик, будь то биологический мусор, даже шкурку от банана. Никому же не будет приятно идти по тропе, где разбросаны шкурки банана по сторонам, или огрызки яблок, или шкурки от рыбы, которую ты съел. Также это наносит вред дополнительно нашим животным. Второй фактор – это не кормите диких животных. Моя просьба ко всем людям, которые путешествуют где-либо, это нежелание кормить дикого животного. Ты увидел его, полюбовался, сфотографировал, не делай ошибку. То есть тем самым ты просто убьешь данное животное. Ну и, естественно, подходить осознанно к тому, чем ты пользуешься. Опять-таки, не надо же бесполезно пользоваться природными ресурсами. Если ты приехал на рыбалку, ну поймай ты рыбу, которую ты съешь. Не надо ловить ее там 10 хвостов, а потом выкидывать 8 из них. То, что мы берем сейчас от природы, мы берем взаймы у наших детей. Если мы не сможем пользоваться, точнее, если мы будем пользоваться безответственно, то нашим детям не на что будет смотреть. Это, наверное, основной постулат, который должен каждый человек понимать, когда едет на Камчатку. Ну и, в принципе, путешествует по планете, по каким-то диким местам. Куда следует обратиться туристу, который все-таки решил по Камчатке путешествовать самостоятельно? Какие службы ему готовы помочь в этом? Ну, прежде всего, желательно зарегистрироваться в МЧС. Сейчас эта процедура несложная. То есть можно найти информацию на сайте. Там маршрутный лист надо заполнить. И главный смысл регистрации тоже, чтобы люди понимали, она напрямую не влияет на возникновение несчастного случая. Но она, во-первых, в самом начале помогает человеку задуматься, когда он заполняет маршрутный лист, а все ли он знает, все ли у него есть, чтобы пройти маршрут. То есть это элемент подготовки уже, если человек осмысленно к этому относится. Следующий момент – это самый главный смысл регистрации. Это то, что помогает нам, спасателям, быстрее и более адекватно отреагировать, если что-то уже случилось. То есть у нас уже есть информация о группе, нам не надо запрашивать, тратить время на какие-то дополнительные поиски информации. То есть это очень в этом плане помогает. И если нужны консультации непосредственно по маршрутам, то можно обращаться к нам в Краевой поисково-спасательный отряд. У нас практически все спасатели имеют большой опыт путешествий по Камчатке и достаточно хорошо знают большинство маршрутов и могут подсказать многие моменты, которые, скажем, люди могут не знать. Что ж, большое вам спасибо за заботу о гостях нашего полуострова. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.